Здравствуйте! Это программа «Крупным планом» и я ее ведущий Александр Абрамов. Что мы знаем о лошадях? Быстрые, выносливые и верные животные. Однако даже они могут порой удивлять. В начале 20 века в Германии жил необычный конь по кличке «Умный Ганс». Его хозяин, математик по образованию, решил обучить животной арифметике. После долгих тренировок ему удалось добиться поразительных результатов. Выстукивая ответ копытом по земле, Гансу удавалось считать в уме и даже решать относительно сложные примеры. Никаких подсказок хозяин не давал и даже предлагал случайным людям задать вопрос животным. Этот феномен, конечно же, привлек внимание ученых. Подвоха действительно не обнаружилось. «Умный Ганс» все так же выстукивал правильные ответы и очень редко ошибался. Но это случалось исключительно, если вокруг были люди и эти люди знали правильный ответ. Стоило убрать зрителей, как животное начинало ошибаться. Выяснилось, что дело совсем не в математике. За время тренировок конь научился хорошо распознавать эмоции и реакцию людей. Он просто медленно бил копытом, а когда доходил до нужного удара, замечал едва заметную радость и удивление на лицах. В этом моменте он останавливался и получал заслуженную награду. Во время избирательной кампании харьковчане тоже наблюдают, как технологи и пиарщики делают из своих кандидатов таких вот «умных Гансов». Их водят по дворам и подъездам и показывают жителям. Политическая дрессировка тут тоже дает о себе знать. Стоит такому кандидату услышать о проблеме, например, ужасных дорогах. Он начинает бить копытом и выстукивать новые обещания – отремонтировать дорогу, разобраться с чиновниками, заботиться о городе и так до тех пор, пока на лицах людей не промелькнет нужное удовлетворение. Как и в случае с конем-математиком, дело было вовсе не в счете, так и в гонке за креслом мэра дело далеко не в заботе о харьковчанах. То качество дворов, которые мы видим каждый день – яркий пример работы «Политика без зрителей». Не видя своего избирателя, он показывает свои истинные приоритеты, и среди них нет качественных, безопасных, внутридомовых дорог у наших домов, тротуаров и другой инфраструктуры. Несмотря на разоблачение, умный Ганс стал гордостью своего хозяина и математиком от мира лошадей. В наших же реалиях на месте управленцев мы видим коней от мира политики. Хотя, следует признать, вычитать и делить они все же умеют великолепно. Всего вам доброго!